Когда мы делаем практику, мы расширяемся. То есть наш канал расширяется для того, чтобы мы могли вместить вот это вот состояние. Например, даже вот элементарно, в прошлый раз, мы вроде как Лила с Ганешей какая-то там, да, сказки я рассказываю. Но в этой сказке-то суть, она намного глубже, чем... То есть мы можем это послушать как сказку, но на самом-то деле это же не сказка. Это не то, что вот слова эти описаны. Это же энергия работает, а она учники открывает. То есть надо смотреть за тем, что за словами, да, вот в этой энергии находится. А Ганеша, например, он везде присутствует. И это не какой-то там слон, да, этот бог с головой слона. Это же метафора, придуманная для людей по сути. Да, некий образ. На самом-то деле это все, это некая энергия космическая, которая может в любой форме до нас дойти. То есть поэтому, когда мы делаем практику, мы расширяемся настолько, насколько мы можем. И нам дается в той форме, в которой мы способны понять. Вот, например, Лила там, ну, сказка. Она такая простая для какого-то понимания, но в ней может быть глубокий смысл, который каждый раз будет открываться для нас по-разному. Сегодня послушали один смысл, поняли. Через год послушали другой смысл, поняли. И это все одна и та же сказка. И как бы в ней множество смыслов может быть. Может быть такое, что на один ответ, например, мы одну и ту же сказку слушаем, но вопросы у нас всегда разные, например. И мы в ней найдем ответ на каждый из этих вопросов. Потому что уже Бог, Он видит, да, и показывает эту сказку, а в ней уже содержатся все ответы, которые мы когда-либо можем задать, не только в этом моменте, но еще там через 20 лет, например, зададим. И будем через 20 лет слушать, например. А Бог уже узнал об этом, да, знает, и уже заложил туда этот ответ. Вот, поэтому, ну, то есть насколько мы можем быть расширены в своем восприятии, настолько мы познаем. Я выкладываю вот эти лилы, да, я думаю, что многим, может быть, это непонятно. Ну, может быть, кто-то там просто прослушав смысл догонит, да, но скорее это понятно тем, кто присутствует на этой практике, вот в этой сказке участвует. А почему еще, потому что вопрос задан тобой, например, да, и ты получаешь ответ, а другой человек вопрос этот не задавал, но, например, послушал, да, то есть нет вопроса. Но он послушал, и это все равно, значит, в нем есть какой-то вопрос. То есть человек просто так не придет слушать. Да, он будет слушать тогда, когда, ну, ему надо послушать. То есть человек все равно получит ответ. Нет, даже если он вопрос не задал, ой, задал или не задал, послушал, человек просто так не будет слушать. Вот если не надо человеку, он не откроет, никогда в жизни не найдет эту лилу, да, не откроет и не послушает. Но если послушал даже без вопроса, то все равно его догонит, как ни крути. Вот, может быть, там не в тот момент, но в какой-то момент догонит и какой-то ответ в нем распакуется, даже если человек этого не будет осознавать. Все равно ответ будет получен. Это значит, был вопрос у человека, и Вселенная ему таким вот образом все равно ответила. Вот. Даже, может быть, какие-то там ситуации, допустим, разрешатся в жизни. У каждого будет своя какая-то история.